23 марта Славянский район отметит светлую и одновременно скорбную дату в истории нашей малой родины. 75-летие со дня освобождения станицы Славянской от немецко-фашистских захватчиков. Начиная с февраля 1943 года на территории района велись ожесточенные бои буквально за каждый населенный пункт. Первыми были освобождены хутора Беликов, Забойский и станица Петровская. 18 марта фашисты навсегда были изгнаны с территории хутора Барониковский. В день освобождения хутора Барониковского от немецко-фашистских захватчиков в протокском сельском поселении прошел торжественный митинг. Молодежь, представители общественности, специалисты местной администрации, ветераны собрались около мемориала советским воинам, чтобы вспомнить героическую историю нашей страны, отдать дань памяти и уважения участникам войны, сказать слова благодарности фронтовикам. Есть в нашей истории события, над которыми ни власть, ни время, ни переменчивая людская память, ни повседневная суета. Это освобождение своей малой родины, наших хуторов от немецко-фашистских захватчиков. 18 марта 1943 года – особенный день для каждого жителя нашего хутора. Много лет прошло с тех пор, но мы не забываем тех, кто жертвовал собой за свободу Ровнины. Как помнят эту войну ветераны и те, кто ждал их в тылу. Как помнят взрывы и людские стоны кубанская земля. Как помнит ее наш хутор. Память погибших в те страшные годы почтили минутой молчания. Затем к мемориалу воинов-освободителей возложили цветы. Праздничные мероприятия продолжились в зале сельского дома культуры. Там прошла районная патриотическая акция «Тебе поем мы, родина героев», посвященная 75-летию освобождения станицы Славянска от немецко-фашистских захватчиков. Школьникам рассказали о зверствах захватчиков, о том, что пришлось пережить мирным жителям во время оккупации. В Славянский район и станицу Славянскую немцы начали бомбить 8 августа 1942 года. Они пикировали на центр станицы, сбрасывая смертоносный груз. Советские части отходили через железнодорожную станцию. При отступлении были взорваны жизненаваженные объекты. Фашисты, занимавшиеся станицу за станицей, вели себя нагло и бесцеремонно. Расстреливали мирных жителей, грабили и насиловали. Угоняли мирное население в Германию. Убивали ради забавы детей. Вспомнили и славянцев, которые защищали нашу родину в годы Великой Отечественной войны. Защищать родную страну на фронт отправилось 23,5 тысячи славянцев. Каждый второй из них не вернулся. 18 наших земляков были удостоены звания Героя Советского Союза. 8 человек стали полными кавалерами Ордена Славы. Тысячи были награждены орденами и медалями. Завершилось мероприятие праздничным концертом. ПЕСНЯ Анна Монастыренко, Александр Косицын. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует...